Всем привет дорогие друзья, с вами Юга и сегодня вашему вниманию долгожданный гайд наследия Визарда или как многим удобно традиция. Сегодня я постараюсь рассказать обо всем, что связано с этой стойкой волшебника, коснуться всех аспектах, по возможности коротко, не затягивая и чтобы понятно было вам. А вы в свою очередь поддержите это видео лайком, комментарием и если интересно донатом, который также будет в описании. Все материалы также касаемо этого видео, включая морфы, будут в описании. Не обязательно туда посмотрите и не пропустите ничего. Погнали. Самое первое, с чего хотелось бы начать этот гайд и самое главное, чтобы вы понимали, этот гайд является моим личным наблюдением и моим личными мыслями относительно игры за волшебника в наследие. Этот гайд не претендует ни на какой-то абсолют или догму, что в это надо верить и обязательно по нему действовать. Это все, к чему я пришел примерно за более чем полугода игры в наследие за волшебника. Если вы хотите или не согласны со мной по тем или иным аспектам, вы можете культурно со мной пообщаться на эту тему в комментариях под этим видео или прийти на стрим. Мы с вами поговорим и возможно к чему-то придем новому и это будет очень здорово. Надеюсь я не очень затянулся вступительными словами и скажу вам самое главное о стойке в наследие. Она в корне отличается от размеренной пробужденной стойки, где можно комфортно при фарме проживать клавиши на быстрой панели. Тут придется в прямом смысле комбить и привыкать к этой стойке вы будете по-разному. У меня допустим ушло примерно неделя. Сам я лично в стойку перешел, когда моя атака до первой стойки достигла 261. Даже уже после апа пробужденной стойки сейчас, я считаю, что эту атаку самая оптимальная для перехода. В этом гайзе я не буду сравнивать пробуду и наследие. Для этого нужен целый, наверное, отдельный гайд. Ваша активность под этим видео как раз и побудит меня сделать подобный. Это для меня лучший мотиватор. А сейчас давайте перейдем к деталям. Начать я бы хотел с шмота, который мы можем надевать в наследие. И для начала поговорить о основном оружии. У нас здесь очень большой выбор. И это у нас и БС, и Кзарка, и Офин. Но на самом деле все просто. Для фарма мобов БС это мастхэв. Сложно сделать плюс 20, но 19 отлично себя показывает. И прирост дамаги по монстрам вы почувствуете уже сразу же. 20-я Кзарка отличный выбор, если вы в дальнейшем вложите в нее 70 миллиардов, чтобы закофрасить максимально ее, выжать из нее всю атаку. Универсальный солдат, правда, на перспективе обслуживания очень дорого обходится. Мой личный выбор это 19-й БС. Потому что БС это хорошо. БС это надежно. Надежен при фарме. Если не закофрасишь его, всегда можно дать мобу по башке. Что касаемо Офина, то, как вы поняли, говорить я уже, наверное, скорее всего не собираюсь. Хотя бы я до сих пор не понимаю существование этого оружия в игре. Все пытались раскрыть его потенциал. К сожалению, безуспешно. Теперь оффхенды. Это камень прикновения все и вся. Что лучше брать с собой, чем ходить на фарм или пвп? Я крайне не люблю разбрасываться ими, поэтому мой выбор один. Это Кутум. Это, наверное, самое лучшее оффхенд. Вообще, в принципе, одно из самых лучших оружий, давайте назовем так, что корейцы смогли придумать в игре Блэк Дезерт. Лучше него для меня, наверное, чуть ли лучше является допка на меткость. Это бы вторую допку, которую бы я носил с собой при определенных обстоятельствах. Но Бера не существует в моей вселенной, в принципе. Даже при учете закофрашенного шмота, если у тебя атака позволяет, и деф позволяет надевать нубер, мне с ним явно не по пути. А уж как вам, решайте сами. Все мои тесты с нубером показали лично, что при фарме, что для пвп. Для меня крайне неприемлемый результат. Вы можете со мной не согласиться, но это мой личный выбор. Мой личный выбор Кутум. Теперь пару слов о шмоте. Древень или нос 20-ый закофрашенный на 10, это то, к чему должны стремиться, что касаемо тела. Так как в дальнейшем вы пройдете квест на доспех бога и обменяете его на него же, когда с выходом оделиты 7 октября. Шлем. Это проблема. Лично для меня. Для многих нет. Там все очевидно. Грунил или здравие закофрашенный максимально для получения дефа. Я же хочу получить грифона. Мне очень нравится 5% резист. Он выглядит очень вкусно. И поэтому я еще думаю. Но скорее всего меня переубедят. И я себе сделаю все-таки более, назовем так, бюджетный вариант, который даст мне прирост дефа. Хотя к этому я сейчас еще в конце вернусь. Ботинки и перчатки. Вот тут остановлюсь и объясню. Я выбрал Аргона и Пхека. И нет ни Маскана, ни Либра. Так как меткость и поглот мое все против мобов. Не поверите. По сути, персонаж, имеющий моношилд и купол, я, наверное, выбираю поглот и меткость. И абсолютно плевать, если вы с ними будете бегать на осаде. Я сейчас мотивирую слова. Точнее, объясню, продон. Я свою объясню мотивацию. Так как на осаде, даже если вы ходите на хайварах и проводите суббота плюс будни тире 5-8 часов. Остальное время вы проводите с мобами. И чем дальше растут локации, с них дальше растут, соответственно, и сила мобов, которая будет вас пробивать. В дальнейшем, на перспективе, вы можете, конечно, для уворот билда сделать себе 20-го Маскана и Либру и быть счастливыми. Но все больше и больше кажется, что мне лично по ощущениям, даже в PvP, поглощение дефа мне гораздо интереснее, чем уворот на волшебники. Хотя многие волшебники используют эту мету. Но, как я убедился в своей практике игры на волшебники за 5 лет, что используют все, не значит, что лучшее для тебя. Поэтому я выбираю Аргона и Пхека. И в дальнейшем также буду с ними ходить, даже не покупая второй комплект. Но, опять же, повторюсь, это мой личный выбор. Вы уже решайте, как хотите сами. И из этого вывод. Почему? Объясни. Почему? Вот конкретно, да, объяснение. Рассказываю. Мета-БДО на деф крайне кривая. Но на поглот она работает. Так же, как и вроде бы работает на уворот. Но все как-то непонятно. Нам до сих пор до конца неизвестно. Все эти показатели, когда с дефом 400 волшебник пробивает с атакой около 250 с какого-нибудь персонажа, типа ДК-С, страйкер или прочее. Потому что здесь деф работает крайне ужасно. Даже ап недавний деф в виде величия поглота урона не поспособствовал его каким-то улучшениям. Крайне кривая здесь работа вообще и скиллов, и вообще персонажей баланс в ПВП. Поэтому для ПВП я вообще не ориентируюсь. Сейчас в дальнейшем я расскажу, чем же должен тогда волшебник заниматься в ПВП. И вы к этому тогда уже придете. По поводу аксессуаров тут уже как хотите. Мои вы видите сами. Я уже рассказывал в предыдущем видео. Ссылочка появится у нас там в описании. Волшебник 281 урона и к чему я пришел за 3 месяца. По алхим камням Вэлл это 100%. Ну и совет юзать в дальнейшем на каких-то активностях новый камень, который будет вам за второй сезон. Надеюсь, вы его также получите. За симпажмоту все и поехали дальше. Самое главное и самое ожидаемое, что многие хотели увидеть, это комбинации. Комбинации волшебника, в принципе, они все состоят от его от 4 пассива, которые у него прописаны здесь, и скиллая элементальный поток. Все они складываются по следующему принципу. Каждый различный элемент, прокастованный после, увеличивает скорость атаки волшебника. Но есть определенные нюансы, которые, естественно, плюс морфы, нужно знать, которые увеличат вашу скорость прокасты и, соответственно, усилят вас. Давайте проведем самый банальный пример. Морф, который будет на старте с фаербола, с пробуждением на урон по мобаму и скорости касты. И выглядит это следующим образом. Применяется в основном на крупных спотах, такие как зарка, подводка, гистрия. Ну и, в принципе, в PvP такие же вещи роляют. Плюс ко всему комбинация может различаться, потому что PvP обычно визард, если он не инициатор, который, если он после пробела начинает прокастовывать скиллы инкастовые, то в большинстве своих, как говорится, стилей игры, если ты, допустим, непосредственно, если ты не хочешь в авангардинг играть, у тебя должна выстраиваться цепочка очередования. Или такая же, соответственно, у тебя цепочка будет выстраиваться, если ты будешь играть в тылу, в дефе, чтобы больше помогать своим союзникам выживать, соответственно, давать больше хилов, больше куполов и так далее и тому подобное. Но самая сейчас простая и самая основа основ начинается для меня с двух скиллов. Это непосредственно с фаербола, где мы морфуем скорость навыков 10 на 5 секунд, что уже, в принципе, отлично для старта. И такая же вещь, как земляной удар комбо. Этот скилл, в принципе, будет нивелировать какие-то моменты. В частности, я уже говорил, что он прекрасен для отпрыжки, для продолжения комбинации, потому что очень важно знать. Запомните сейчас, это очень важная информация, говорю предельно громко. Любой шаг вбок, вот такой, и все, и комбинация, в принципе, теряется. Проблема наследия. Здесь вы уязвимы к тому, что вы можете комбинацию заруинить просто одним шагом вперед. Все, комбинация сбросилась. Какой воспаленный мозг корейцы придумал, меня не спрашивайте, но я, как говорится, уважаю правила этой игры и играю по ним же. Сейчас давайте покажу, как, в принципе, выглядит любая комбинация, которая начинается с фаербола. У меня что в пвп, что в пве, чтобы разогнать последующие скиллы. В этой комбинации также присутствовать будет обязательно мощь стрела земли 3, так как она имеет эффект магической защиты противника на минус 15, что, в принципе, идентично проекции. Где у нас проекция? Проекция-то она также с противником маг-защиту снимает. В пвп обязательно, в мобах обязательно. Как вы ее будете юзать, это, в принципе, уже как... Ну, ЛКМ-ПКМ обычно, в принципе, очень легко заходит. Это базис, при котором вы будете нажимать эти кнопки. Ну, давайте, от слов к делу и комбинация. Следующая выглядит вот так. Потом продлевать Shift-F, назад Q, вперед C, назад C и уже молниями. Просто закликивайте F-кой. То есть это самая банальная, самая простая комба, которую вы должны запомнить. Следующее, что нужно знать. Если вы инициатор и вы в пвп пытаетесь достигнуть цели, если противник там стоит, две вещи, которые вы должны помнить. Устойчивость на его скиллах и, соответственно, противник не будет стоять, как какой-либо манекен. Но самое главное для вас это до него достигнуть. Если вы, в принципе, инициируете. До вас должен быть, естественно, купол, естественно, должен быть монощилд. И вы уже врываетесь вперед, и вы уже оказались за спиной. Все остальные дамаги будут проходить по низу. И вы должны уже, в принципе, за прокаст его убивать. Если вы не убьете за прокаст, значит, вы сделали что-то не то. Обычно, начиная с 260-70 атаки, в принципе, если была заморозка, в дальнейшем проблем не было. Как показывает практика, если вы все это, даже вот сейчас касаемо пвп комбы, вы уже будете врываться, примораживать, вы успеете прокастовать стрелу, вы снимете с противника маг-защиту, уменьшите его скорость атаки, бега и навыков. Крайне неприятные морфы всегда должны у вас присутствовать. Потому что, ну, так получается, везу легче всего по противнику дать максимальный дебаф, который он не ожидает. И мне это безумно нравится. Запоминайте, ваша цель никогда не будет стоять на месте, но вы всегда стараетесь инициировать с момента ее преморозки. Соответственно, так. Опрокид. Удар понизу. И, скорее всего, она в большинстве случаев умирает. Я сейчас продемонстрирую, как это бывает уже, в принципе, на персонаже. Ну, давайте со средним показателем дефа 330. Сейчас будут такие вставочки. Вы посмотрите, как это, допустим, происходит на сорке. В зависимости от фастпота, там все меняется. Там все гораздо проще. И самое главное, как я уже говорил, грозовая меняется на пламя разрушения. Сейчас также я продемонстрирую, как это на самых популярных фастпотах, как когумы это делается. Все очень просто. Я говорю, в наследии фармить можно. Прекрасно фастпоты. И даже это делать лучше, чем пробуды. И тут главное приноровиться. Запоминайте самую главную комбу всегда на кзарах. Всегда те, кто ко мне приходят на стрим, спрашивают именно ее одну. Эта комба усовершенствуется, опять же, с учетом того, что... Это очень важно помнить, что к кзарке мы так или иначе сводим и ставим проекцию, которая будет уже снижать дамаг. Вы можете в эту комбу впихнуть мощь стрела земли. То есть, по км-лкм. Но, в принципе, ничего не поменяется. Поэтому я, в принципе, как-то исключил ее из прокаста. Мне с ней не очень удобно. Но! Главное помнить. Кзарки начинаются со взрыва. И заканчиваются... Перед С на ЗАЦ. Следующие после взрывов скиллы, которые у вас должны быть, это Shift F и F. Объясняю, почему. Морфы, на которые вы ставите, имеют... Мало того, что продлевание урона по монстрам на 8 секунд 20, шанс крит удара плюс 10 на 9. Это, в принципе, самые одни из долгих морфов, при котором... При котором... Назад Q, вперед С, назад С, да, будут давать максимальный дамаг. И у вас еще даже останется немножечко на прокастовку с молниями, если вы не добили парик. Ну, так бывает при сведении. Про сведение к ЗАРК мы отдельный ролик запишем, я вам все покажу. Но базисы вы должны запомнить. Свели мобов, шарик поставили, фаербол, взрыв, молнии, Shift F, продлевание, назад Q, вперед С, назад С. Это основные дамажные скиллы, которые вы должны в парик от 10 мобов внести. Я уже немножко забегаю вперед по гайду на сведение к ЗАРК, потому что, видимо, он будет необходим. Но это главное, что должно знать. Все последующие комбинации, которые вы будете применять, увеличивают ваш прокаст. Если вы не будете сходить в место, обычно это выглядит вот так. Смотрим, запоминаем. И прекрасно применяем на практике. В этом плане наследие, конечно, я уже, как и повторюсь, крайне неудобно для тех, кто привык более к размеренному качу. Здесь придется попотеть. И да, после каждой Робамы у вас также сбивается увеличенная скорость каста. Это проблема, которую почему-то корейцы не решают. Меня это, честно говоря, немножечко напрягает. Так же, как и не сбивается, я этот скилл вам советую вообще заблочить. Но смотрите, очень важный момент, кстати, я в скиллах его не упомянул, упоминаю сейчас, я заблочил напрочь скилл поглощения маны по той простой причине. У него шифт ЛКМ. Шифт ЛКМ ПКМ это зажатие любой комбинации. Эта зараза каким-то боком, вклиниваясь в комбинацию, высасывая ману, сбивает вам весь прокаст. Гениально, просто гениально. Совет заблочить и даже не качать. Отбивайтесь баночками, покупайте, естественно, зелья лесной бальзам, лесного духа, то есть, в принципе, это гораздо лучше, нежели чем вы пойдете и просто собьете еще-еще раз комбинации. Знаете, я до этого не сразу дошел, спустя неделю, я понять не могло, почему у меня сначала все идет ровно, равномерно, а потом опять очень медленно. Я такой думаю, ну нет, ну так не может быть. Как видели, сейчас, в принципе, каст сбился только одним, моим шагом вперед. До этого вы можете вообще не смотреть в экран, как это будет делаться, как это будет проходить. Да вам плевать абсолютно, потому что, в принципе, все прокастовывания уже заканчиваются на том или определенном моменте, как сейчас. Шаг вперед, какой-то левый скилл, все, до свидания. Тяжело, очень тяжело достичь понимания того, что вам придется стоять на месте или передвигаться, соответственно, вот только этим одним скиллом, чтобы не потерять комбинацию. Но, в целом, я говорю, это к этому всему привыкаешь. Я бы посоветовал провести довольно-таки большое время на более крупных мобах, чтобы к этому привыкнуть. Объясню, почему. На фаспатах вы это никаким боком не почувствуете. На фаспатах все просто. Ты подходишь к мобам в пробуждение, кидаешь, соответственно, лужицу, собираешь их под монолит, они падают, ты уже покастуешь и shift-f, и водовороты. Они такие умирают, ты думаешь, о, неплохо, но как-то что-то медленно все равно. Здесь, пожалуйста, хочешь убивать быстрее, хочешь быстрее лута, нажимай, мой дружок, клавиши еще быстрее. Понимай того, что здесь тебе за тобой никто ухаживать не будет. Тебе придется двигаться, нажимать, 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 и чтобы это все было быстро-быстро прокастовать рабам. А у тебя, понимаете, у тебя может случиться ситуация, что у тебя банально все скиллы будут в фаткате. Поверьте, приходится применять рабаму такую, как shift-z, так или иначе, при стяжке, при дамаге, это все необходимое. Но их я рабамы оставляю напоследок, если мне не забирают какую-то часть мобов. Чаще всего, чаще всего я их не использую. Ну, правда, я уже shift-z не могу вспомнить, как я часто ее нажимал, кроме как в PvP в каких-то моментах. Вот так, чтобы на каче нажать shift-z, я такой, да не, ребят, да не, не вариант. Это базисы, которыми нужно учиться и которыми нужно обладевать. Все вы это в себя впитываете только с тренировками. Если у вас это все получится, значит, наследие это определенный ваш выбор. Теперь поговорим еще раз, как говорится, подытожим, поговорим об ошибках, поговорим о каких-то особенностях, которые нужно знать в наследии, лайфхаки, которые я для себя вывел. Лайфхак следующий. У меня виз гоняет абсолютно с нулевым показателем крита. Я вам сейчас объясню. Два крита у меня идет от еды, два крита у меня идет от бальзама лесного духа. Ну, там больше, но, естественно, я добираю им. У меня абсолютно не разогнан крит на персонажа, но он необходим, и поверьте, это факт. Чаще всего я использую на крупных спотах это колбу лесного бальзама. Это, то есть, у меня два основных моих алхимических зелья. Если это анакрион, и у вас чуть меньше атаки, вы, естественно, используете пвп-обед, где у вас будет уже урон от атак в спину, крит урон в процентаже. Игнорирование сопротивления, это хорошо, потому что в анакрионе, допустим, мобы, они контролятся. Вам это надо. Пытался я на экзарках применять тообед. К сожалению, мне он абсолютно не понравился, как он выглядит, хотя в целом претензии к нему минимальные, так как так же мобы кладутся на спину, и там уже урон возрастает. Но, но, в общей массе получается, что обычный пве-обед гораздо лучше. Вот как это работает, спросите у корейцев. Вот я не понимаю, потому что вот гораздо лучше я протестировал изысканный с обычным. Почему-то с обычным в последнее время стало прекраснейше. С изысканным начинаются какие-то проблемы. Так же, как и с зельем гиганта. На анакрионе он прекрасно заходит. Все, если мы идем на экзарочек, которые можем в спину зайти и дать им прокасты понизу, так как у нас так же топ-урон от особых атак 10%, мы сталкиваемся с особым проблемой. Но, поверьте, я тестировать это еще гораздо более глубоко буду. Я так просто не отступлюсь. Об этом на стриме поговорим. Я еще буду делать определенные такие, скажем так, заметки типа 5-часовые, и посмотрим, как из этого выйдет. Так как гигант, конечно же, дешевле. Так как дешевле намного, чем сама колба. Плюс ко всему, у колбы есть тоже определенные какие-то особенности. Но это все полемика, это уже как мы будем сами для себя решать. Далее. Одни из важных тех ошибок, которые вам также нужно знать. Это самое главное, не отходите при прокасте. Если вы хотите в пвп передвигаться, терепортируйтесь. Если вы хотите дальше цель продолжать комбинацию, когда вы подлетели, обязательно ее попытайтесь переопрокинуть, чтобы на нее не было никаких шансов встать. Это в принципе, я сейчас говорю, базис, но тот, который почему-то никто не знает. И ошибки делает просто детские. Даже сам я делаю эти самые ошибки детские. Потому что в пвп, если не массовом, а в соло пвп, ты всегда обязательно что-то донаткнешься. Что хорошего? Подведя итоги, я хочу рассказать про наследие. Лично для меня наследие стало новым глотком воздуха. Вы уже давным-давно знаете, что играя на персонажей, я почти в пятый год пошел. Точнее так, в феврале будет пять лет. На следующего года в феврале будет пять лет. Первая стойка мне нравится. Я под нее прекрасно покупаю даже костюмы, даже чисто визуализация. Мне, к сожалению, я вам признаюсь, открою тайну. На стриме это не тайна. Для ютуберов это будет тайна. Мне не нравится пробужденное оружие. Как оно выглядит. Мне не нравятся сферы. Я был... Когда-то на концепт-артах волшебника были гримуары. Я хотел, чтобы эти были книги. Это были какие-то отгрыши. Далее отвратительные кругляши. Все. Понимаете, я уже тогда, играя, понимая за персонажей, Я уже где-то местами просто соглашался с тем, что уже есть. Поверьте, посох мне гораздо нравится больше за ссылочками к играм, которые играл заранее. Да, господи, да пускай хоть Гендальфу. Чисто визуализация мне безумно нравится. Наследие и сложность также присутствует. Все, конечно, все говорят. О-о-о, визы, бутылка. Не забывайте, ребят. У визов есть одно но. У него, в принципе, не существует захватов и максимальный эскейп, который у него откатывается раз в 3 минуты. Плюс моношилд, который, в принципе, дает не то, что защиту от дамага, но в большей части защиту от контроля. Надо это понимать. Сейчас волшебники по своей сути тряпки, им любой урон физический, который будет в лицо, фатален. Надо как-то защищаться. Волшебники в любой игре всегда брали уроном. Сейчас я это вижу, что да, урон есть. Как уже в дальнейшем вы себя позиционируете, будь у вас 300 деф, 308 или 390 или 400 дефа, в деф-билде бегать, это уже, как говорится, ваше личное. Одно могу сказать, что недавно ради экспериментов 169 атаки, забыв переодеть аксессуары, я просто формил кротуки минут 10 и не понимал разницы, в чем, типа, 270 и 169. В общем, БДО, знаете, очень странная вещь, к нему нужно привыкать. Вот, собственно, и все. Такой вот вышел гайд. У кого-то покажется он сумбурный, для кого-то полезным, для кого-то просто бла-бла-бла. Но, честно сказать, я попытался вложить все самые какие-то базисы, которые я хотел донести до вас. Надеюсь, у вас не возникнет вопросов, в частности, к моей игре, а возникнут вопросы к комбинациям. Вы еще раз придете, вы их посмотрите, вы их увидите, вы их запомните на видео, как это есть. Оставьте комментарии, напишите, поставите лайк, сделайте все, что угодно, чтобы продвинуть это видео, если оно показалось вам полезным. Для меня эти были тяжелые, тяжелые гайды в освоении, потому что, зная то, как сказать, профессию настолько, что у тебя где-то в подкорках, иногда тяжело ее даже на бумаге, даже в виде сценария изобразить. Сейчас это больше импровизация, сейчас я просто говорю с вами под конец этого видео, можно это даже уже было скипнуть. Но в любом случае, спасибо вам за просмотр и за поддержку. С вами был Юга, это гайд по наследнюю виза, увидимся с вами на ютубе и самое главное на стримах на твиче. Не болейте, не скучайте и бай-бай.